Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Наталья. Приглашаю вас прогуляться с нами по улицам итальянского городка и насладиться этим солнечным днём. Субтитры создавал DimaTorzok Мы гуляли и купили фрукты. Я пришла домой и мне захотелось сделать фруктовое желе. Фруктовое желе с киви, апельсинами и клубникой с использованием белого йогурта. Йогурт у меня домашний, я его делаю сама. И сейчас я должна замочить в воде желатин, чтобы он напитался водой. И тем временем я подготавливаю фрукты, чищу фрукты. Йогурт выкладываю в миску. Хороший йогурт, домашний. Теперь готовый уже напитавшийся водой желатин. Буквально за несколько секунд на слегка теплой кастрюльке. Растаял в один миг. Я соединяю йогурт с желатином и начинаю наполнять мои вазочки фруктами. Вот началась клубники. Красный цвет меня призвал первым. Каждый слой фруктов я заливаю смесью йогурта и желатина. Сахар я не добавляла. Ни сахар, ни сахарную пудру я не добавляла. Я натерла на терке шоколад и каждый слой фруктов и йогурта я засыпала натертым шоколадом. Вот одну вазочку я решила вот так вот украсить тоненькими такими пластиночками киви. И не ошиблась. Она получилась по моему мнению самая красивая. В средину шоколад, апельсины. Я еще потому не ложила сахар и сахарную пудру в йогурт. Потому что фрукты очень сладкие. У них уже своя очень такая сладость довольно-таки хорошая. И немного шоколада, по моему мнению, как на мой вкус, так как я не очень люблю сладкое, для меня было хорошо. Вот заполняю йогуртом и сверху шоколад. Так йогурт не заветривается, а шоколад сверху всегда красиво и очень ароматный. В нем есть свои ароматизаторы. Поэтому шоколад это всегда беспроигрышный вариант. Если мы хотим украсить пирожные или торт, или вот как сегодня я делаю желе. Натертый шоколад это идеально. Я люблю украшать шоколадом. В следующий раз возьму еще и белый шоколад. У меня дома не оказалось белого шоколада. А было бы мило немножко добавить и белый шоколад. Ну и так здесь есть белый йогурт и цветные фрукты. Тоже получилось вполне совсем не скучно. И так заполнила каждую вазочку. Здесь я сделала сочетание зеленого, красного и белого. здесь клубника, киви, йогурт, шоколад. Вот такие у меня получились все разные вазочки. И остаток нарезанных фруктов я выложила в такую одну вазочку побольше. Здесь стеночки вазочки я выложила тоненькими ломтиками. Апельсина в средину положила. клубнику. Клубника с шоколадом очень хорошо сочетается. Мне очень понравился этот вкус. И каждый слой заливаю йогуртом. И здесь смотрите как красиво. На белом фоне зеленые киви, шоколад и вкусно и красиво. Теперь клубника и шоколад сверху на йогурт. Вот такие милые получились вазочки. Я поставила их в холодильник на полчаса. И они за полчаса застыли, уже были готовы. Редактор субтитров А.Семкин.